Всем привет! С вами Константин Ванов, редактор Игромания, и сегодня у нас очередной стрим по игре Battlefield 1. Технические настройки с самого начала, и, собственно, не будем вам долго-надолго оттягивать пик сражений. Сразу запускаем наш любимый режим превосходства. Сегодня мы с вами продолжаем изучать мультиплеер, ползать по окопам, давить немцев, англичан, французов, ползать в грязи и, в общем, пожирать противные гранаты. Или кормить ими врагов. Здрасте. У нас тут несколько за пультом, вы можете видеть сейчас ухо, капюшон Василия Копейкина. Дополнительные технические настройки у нас произведены, теперь мы можем с вами убивать врагов как надо, а то не смогли бы мы докрутили определенный уровень скилла. Напомню, мы смотрим с вами не просто Battlefield 1, а Battlefield 1 на большом, огромном, широком ультравайт-мониторе от компании LG. И, собственно, несколько раз за эфир я обязательно покажу вам, почему именно на нем. Долгая загрузка нас мучает господа из DICE, но подождем. Сегодня, как мы можем видеть по загрузке, новая медалька, которая разыгрывается от DICE, ее нужно, собственно, можно получить, можно почитать вот как. Звезда Александра, Птичий Крест, Орден Быка, Алое Сердце и Штурмовой Орден за Отвагу. Звезда Александра делается достаточно просто, мы почти с вами все сделали, осталось захватить 10 флагов в режиме захват. Так, игра готова, мы заканчиваем смотреть настройки и присоединяемся к нашей любимой команде. Я успел вступить в команду AIST, потому что, например, в команду Baclan мне сегодня не очень хочется. Не Бакландское у тебя настроение. Да вот, да, знаешь, Baclan надо заканчивать, надо начинать играть нормально. Итак, старая известная карта, на ней мы, кстати, закончили предыдущий наш стрим. Такие вот дела. Обменялись мы фрагами. Я постараюсь немножко поиграть в превосходство, и сегодня пойдем с вами не только в пехотную, а обязательно в режим, где есть, соответственно, есть танки, легкие танки и прочая техника, потому что с техникой в любом случае играть интереснее. Чат я вас прям вот в сию секунду не вижу, но увижу абсолютно скоро, как мне его покажут наши технические сотрудники. Да, не завезло в упор. Играю я за Кла-штурмовик, соответственно, потому что я как бы привычен к более быстрому геймплею, такому, как, например, в Titanfall втором, или такому, как, например, в Quake 3 Arena или Unreal Tournament, поэтому мне проще играть за класс, который быстро передвигается по карте, быстро, соответственно, меняет дислокацию и знает, что делать. Подключились мы к игре, где уже 49, буквально 50 даже очков нашей победы. У нас абсолютное доминирование идет, то есть врагу, не хотел обойти его, не вышло. Врагу, скорее всего, не выйдет нас выиграть никоим образом. Так, в скором времени я увижу ваш чат, то, что вы пишете. Если есть возможность, то можно как-нибудь мне вывести, чтобы я хотя бы... Ну, я же должен увидеть то, что ребята пишут, как они отзываются. Вдруг им вообще монитор будет, который можно до сих пор еще выиграть у нас, между прочим, в конкурсе. А описание этого конкурса смотрите вот прямо вот. Внизу где-то под моим лицом. Смотрите, какие обои замечательные. Бабушка выбирала. Приятно, такие обои. Еще геродических лилий не хватает. А, ну правильно, у нас же дело происходит. Эта карта, по-моему, если не ошибаюсь, то ли Австро-Венгрия, то ли Германия, там недалеко. Это был мой фраг. Черт. А вот, вот мой фраг. И снова мы обменялись. Нужно улучшать статистику, а то вы постоянно один-один. То есть, как бы, я убиваю врага, и тут же убивает меня. Пробовали мы с вами играть уже абсолютно... Да, давайте дробовик, кстати, возьмем. Так будет попроще нам с вами в каких-то замкнутых более пространствах, потому что штурмовик, конечно, классная тема. Но вот с дробовиком на узких улочках гораздо проще играть. Откуда-то там простреливают площадь, поэтому попытаемся их обойти. Это было достаточно быстро. Well, this was quick. Но мы успели снести противнику как-то половину здоровья. В упор нам не удалось. Ну, собственно, недолго наша песня и музыка играла. Победа со счетом... с разгромным счетом 113. Войска Британии побеждают вермахт. Так, следующий матч мы сыграем тоже для разминки. Сыграем превосходство. Так будет проще нам с вами разогреться. Надеюсь, карта все-таки будет другой. Ой, попытаюсь я сейчас сквад наш пересобрать. Немного сделаем это вот так. Если кто успеет, буду рад. Двух людей из нашего обычного сквада я пригласил. Хэллоид с нами. Нет, она не в сети. Ждем, пока загрузится следующая карта. Мне всегда так нравились юзер пики, картинки, аватарки, которые, конечно, используют ребята в Ориджине. Они смешные вообще. А вот и колдовской чат. Я просто... Он у меня выведен сегодня немножко нестандартным способом, но я вас вижу. Вот нам пишет. Давний поклонник с 2004 года. Желаю удачного стрима и вам удачи. Пока у нас загружается карта, я, собственно, могу с вами пообщаться, почитать. Да, все, все починилось. Теперь я все вижу. Никто ничего не ломал, не волнуйтесь. Все просто было в режиме отложенного доступа. Почему не поиграть в Battlefield на PS4? Ну вот, как бы очень простой ответ первый, потому что не поиграть. А второй ответ, потому что в данном случае мы делаем стрим не просто по Battlefield, а хотим показать, именно почему стоит в том числе играть на PC, а не только ориентируется на одну платформу. Хотя PS4 мы очень горячо любим. Да, карта поинтереснее в этот раз. Собственно, у нас песчаный песок. Это из компании о Лоуренсе Аравийском. Большое количество тут врагов, не знаю. Но ребята добьют, я думаю. Мы троих буквально свалили. Так, читаю. Повторю, как вопрос, дела с серверами Battlefield 1. Часто лагают, тормозят, лежат. Нет, не лежат. Нет, не тормозят. И с ними все прекрасно, потому что сколько раз мы на стримах играли, сколько раз я играл из дома, никаких проблем, как говорится, ни единого разрыва не было зафиксировано. Куда ж ты лезешь-то прямо в экран? Так, видимо, нас обходит. С вами заляжем. Берешь дробовик и сразу, сразу минусы дробовика. Они начинают издалека. Видимо, здесь нам пригодится с вами штандартный штумовик. Так, на чем играем? Играем мы, собственно, на компьютере. Точных прямо технических характеристик я вам не скажу. Они есть в описании. А, они есть даже. Все прекрасно. Вот нам подсказывает Дмитрий, что есть в описании этих технических характеристик нашего компьютера. Можете посмотреть обязательно внизу. Описание находится вот прямо внизу, под моим лицом и под экраном. Ого! Вот чуваку с дробовиком повезло. Смотрите. Всегда вот берешь другое оружие и все. Не перестаю хвалить хилов. Медик нас оживил. Попробуем в бункере посидеть. хотя бункер опять локация где требуется дробовик, а я тут со своей винтовкой не очень смотрюсь. Да, стрим все правильно. Стрим идет примерно в 30 фпс. Почему и как? Потому что чтобы у вас не лагало у абсолютного большинства, скажем так, мы запускаем игру не на самых максимальных настройках. Иначе вы понимаете, что игра могла бы дичайше лагать. Так, спрашивают нас хочу взять PS4. Глаз лежит на PS4 Slim с выходом прошки. Не забросит ли Sony свою слабую версию? Ой, нет, поверите, не забросит. У них все прекрасно распланировано. Тут другой вариант. Если есть деньги на Pro, если есть деньги и возможности, берите Pro, почему учатся. Если как бы вы думаете Slim или ваша предыдущая обычная PS4, да, берите Slim. То есть она тоже стоит того, там все прекрасно по системным требованиям, там все хорошо отрегулировано по весу, потому что очень многих игроков немного напрягал, скажем так, утяжеленный вариант консоли. Но если есть возможность купить Pro, если есть достойный визуализатор, то есть телевизор, например, больших диагоналей, или монитор вот такой, на котором мы сейчас играем, кстати, победа. Я сейчас покажу вам монитор, как он выглядит, чтобы вы понимали, о чем где-то речь, если вы недавно нас смотрите. твич не тормозит, твич не тормозит, твич не тормозит так игра, которая транслируется на твич, господин игростикс, она будет все-таки тормозить, мы уже сталкивались с этим, поэтому просто поверьте нам, мы отрегулировали все как надо, чтобы не получали люди дискомфорт. Так, у нас очередная победа, и мы перелогиниваемся. Перезаходим в следующий матч. Я думаю, этот матч будет последний раунд, точнее, который мы отыграем в режиме превосходства, посмотрим что-нибудь с техникой, что-нибудь поинтереснее, подинамичнее, я бы сказал. Да, тут на вкус и цвет, в общем, фломастеры разные, поэтому если кому как нравится, как выглядит эфир или картинка, да, кто-то может просто с небольшого экрана смотреть. Переключусь обратно. Если вдруг какие-то неполадки у меня не произошло, переключение сцены, пишите мне. То есть, вы сейчас должны видеть на своих экранах, собственно, на весь экран, то, что у меня происходит на мониторе. Мы сейчас ждем с вами следующего раунда. на монитор, монитор не маленький, все-таки 34 дюйма, это что-то прямо с чем-то. Люблю эту карту. Так, мы играем за Асашай. Возьмем. Давайте попробуем поиграть поддержкой. А, ну нет, ремонтный инструмент вообще-то нет, поддержка нам только патроны раздавать. Не очень-то интересно. Поэтому остановимся на обычном окопном автомате и поиграем снова за штурмовика. Так, и происходит выстка. Итак, посылают нас на точку А, говорит нам командир с взвода. Подгораем неудобно. Здесь, да, дело это исходя из комментариев, что пишут по поводу компьютера, стрима и так далее. А поверьте, здесь оптимизированная игру. Тут уже долгое время мы смотрели под Battlefield и под другие игры. То есть, мы можем сделать картинку лучше, например, но это будет плохо для просмотра. Поэтому, я думаю, эту тему можно закрыть. Так, вот мы с Анна Хьюманом рядом оказались. Давай, сзади. Шикарно, только, кажется, подпалил Анна Хьюману беднягу. И он выгорел. Анна Хьюман, прости меня. Кхм. Кхм. Мы потеряли цель Баклан. Да, расширение мониторов больше, чем даже ожидалось от видеокарты, поэтому тут относительно есть своеобразный тестик, но очень все хорошо. То есть, вот я живыми глазами смотрю на монитор, а качество изображения идет прям очень достойно. И, учитывая, что у нас действительно не максимальные настройки, чуть выше средних, там, скажем, с дополнительной какой-то калибровкой. Так, в этот раз враги поактивнее, и пока что у нас как-то как-то 25 к 14, да и не в нашу пользу. Ну, ничего. Я не понимаю, как так происходит. А, вот 32 хп у него осталось. То есть, я высадил очередь прям вблизи. Разброс настолько не критичный от пулемета, что как это странно бы не звучало, штурмовик с пулеметом, он нормально выглядит только если о боже о боже да, красиво. Нормально выглядит только если вы подходите с фланга или сзади и высаживаете обойму, то есть вам везет уничтожить соперника именно лоб в лоб достаточно сложно. При том, что действительно прямо в шею голову сейчас высадим по стивной полуобоймы. А зато да, постоянные жалобы идут на разведчиков, потому что разведчики буквально один снаряд в любой верхнюю часть торса, туловище и все. Вы лежите и отдыхаете за следующим рамом. Итак, хочется удерживать эту позицию. Мы сейчас защищаем С. В принципе, удерживает две точки, можно не волноваться, так как в любом матче по удержанию точек, можно взять две из трех и не волноваться. Надеюсь, мы так и сделаем. Не хочется мне покидать точку С, хотя вот мои коллеги это делают. А это не есть хорошо. Какого отношения к классу медик? Ой, да я положительного отношения к классу медик, потому что медики меня самого спасают здесь просто раз за разом и играть в принципе ими достаточно несложно, не трудно. Главное быть, играть не в рандом, а играть напрямую со своими тиммейтами вместе именно бегать со своим сквадом, то есть со своим отрядом и не бегать по одному, потому что в одиночке собственно вам будет трудновато. Потому что медик имеет огневую мощь, но по сравнению с любой огневой мощью другого класса это он безусловно уступает. Беру точку боя у нас зря пошел, вот как раз вопрос про одиночку, да? Повезло мне, что соперник полз и не видел меня, а вот эти ребята меня заметили. Вот лавр, да, согласен я с тобой. Если смотреть крутой графон с лагами или средний графон без лагов, конечно, лучше смотреть что-то в качестве в достойном с адекватной оптимизацией. Поэтому мы и стараемся это все дело здесь в офисе оптимизировать. Большой монитор что удобно, он дает большой обзор. То есть вы можете видеть как ваши соперники они где-то издалека буквально светят коллиматорными прицелами в пустыне и позволяет это делать как раз очень удобно монитор такого диаметра. не вышло мне. В кланы слушайте нет, тут все немного тоньше, то есть здесь буквально все френд-лист, сквад, он может быть сформирован через ваш френд-лист, поэтому потребности какой-то в Battlefield 1 в кланах или во взводах или в чем-то еще, но она отсутствует. То есть это, во-первых, сыгранные давно уже команды, вы можете спокойно объединяться и воевать, так скажем, в пятером, то есть сквад составляет пять человек, отряд, вполне достаточно. То есть просто войны за территорию чего-то такого здесь нет, здесь есть новый режим, он называется операция, и там фактически сюжет, которые, сюжетные задания, которые идут в мультиплеере. вот так вот сделали они. Новый режим, в принципе, он играется неплохо, у него долго регистрируется только. Снова победа, третья победа сегодня, давайте попробуем сменить режим и проиграем там. На самом деле нет. Так, Battlefield 1 есть хардмод, как в старых, нет прицела и т.д. По поводу хардмода, давайте я сразу отвечу на этот вопрос, я все равно решался переключить режим, но сейчас увидите. Они его собираются вводить. Ну, про коллиматор, нет, там есть прицелы, есть прицелы, которые дают блик, по крайней мере, здесь, и много раз у нас на стримах это было. Вот про реальность, если речь идет, игростикс, да, согласен, но я вот именно о чем нам рассказывают разработчики из DICE. Итак, по поводу Battlefield и хардкор режима, смотрите, есть операция, или это, нет, у нас кажется не здесь, а не, секундочку, секундочку. Так, просмотр серверов, кстати, просмотр серверов, меня тоже спрашивали, посмотрите, я вот вам показываю, сколько существует серверов, какие они, никакой пинг, ну, мы сидим в Москве, это сейчас показывает московский пинг, свой пинг вы можете посмотреть непосредственно в игре, например, но проблем нет, там буквально выше ста редко встречается. А вот хардкор режим, смотрите, хардкор у них coming soon, то есть скоро, будет еще режим fog of war, то есть туман войны, тоже грядет скоро, и, собственно, официальные особые игры, это вот то, что они режимы хотели сделать. Итак, давайте быстрый матч посмотрим с военной техникой, поиграем в схватку команд. Так, кого банит? А где банит? Не заметил, о чем вы? А, понятно, это немного не то, это не людей там, то есть это, в общем, я сейчас вам уточню, когда мы увидим, это не про людей. А, игры стикс, окей, да, здесь я мог ошибаться, понял вас, серьезно. Действительно, коллиматорный не дает блик, а вот те, которые увеличивают больше четырех раз, дают блик, да, и когда они его, собственно, применяют эти, эти прицелы, мы действительно видим блики. Да, коллиматорный просто дает возможность прицеливаться и был, кстати, использован исторически именно в Первой мировой войне. Раньше в игромане была рубрика интересных вопросов от читателей, все время хотел задать такой вопрос. Сколько памяти в человеческом мозге, если переводить, вот, сравнение, компьютерный язык? Ой, был вопрос по поводу терабайтов, гигабайтов. Вообще, то есть, есть, существует ответ, честно, я не помню, я читал об этом, ну, проще, наверное, загуглить. Вообще, несколько, там, по-моему, десятков терабайтов, то есть, наш мозг вмещает. Кстати, о месте. Battlefield, между прочим, весит 50 с лишним гигабайт. То есть, если все-таки Battlefield 1 решите купить, будьте, будительны по поводу своего свободного места на вашем устройстве. Так, мы с вами сменили режим, визуально вроде бы ничего не поменялось, у нас все то же самое, сквады, карты и так далее, но здесь уже есть возможность встретить военную технику, поэтому нужно быть предельно аккуратным. потому что один снаряд от техники и прощай, и все. Между десятью и ста терабайтами. вот, да, 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 вот, правильно. Ну, там усредняли, то, что я читал, было какое-то усредненное исследование, где, 15 до 50. так, гранату нам дарят враги, но нет, мы в нее не попадаем. Очень, очень странно, что мы не встречаем никаких, никакого сопротивления. Пытаемся идти с квадом. Оулбой, да, Оулбой играл, и да, Оулбой отличная игра, и если вы еще ее не купили, я вас прямо заклинаю, посмотрите, каким удобно, каким угодно вам удобным путем, посмотрите, Оулбой, человек делал игру 10 лет, 10 лет, и если вы сейчас откроете, скажете, казалось бы, да что там делать-то, там же пиксельная, боже мой, графика. Ну, в общем, там есть что делать, 10 лет, и человек делал ее буквально, знаете, как говорят, завтраков там откладывал, так вот он буквально вынимал себе по, выгадывал минутки и программировал, писал эту вещь. В общем, Оулбой сейчас продается в Стиме, его можно свободно купить, по-моему, вот 400 чего-то там рублей с небольшим, хорошая вещь. Хорошая почему? Потому что возвращает вас, позволяет испытывать ту же самую ностальгию, вся индустрия сейчас на это работает, и на ностальгию, и на впечатление, а Оулбой оставляет исключительно положительную. Музыка прекрасная, там графика запоминающаяся. Поэтому можно смело брать. Погнали с тобой в группе. Если вы присылаете добавления, да, как в друзья, наверное, я вас увижу и, возможно, погнали. А пока я не могу. У нас по времени, кстати, эфир наш ограниченный, я напоминаю, мы с вами будем стримить сегодня, начали мы полчаса назад, будем стримить до 4 часов по Москве, то есть еще полтора часика поиграем. Так, медик наш, что-то... Враги, видимо, в другое место пошли. Но счет идет на фраги, поэтому здесь можно сильно не волноваться, можно просто вылавливать соперников и получать фраги. Это удобно, что не нужно делать много каких-то заданий. Ох, как хитро. Снова мы разменялись. Сбоку он нас поджидал. Смотрите, человек повис буквально на стене. Говорят, физико-реалистично. Так, да, игра у нас Battlefield 1. Больше чем... Ой, я читал чат, меня убили. Вот так вот что-то бывает. Больше чем подземный человек. Ну да, Underground Man побольше, побольше. Но Underground Man все-таки делался нашим... спонсировался и делался нашим доблестным Ильей Мэдисон. Там другая история. Немного. А Оу Бой там совершенно другая тема. мы ведем Но просто я сейчас действительно на Метакритике у него очень высокие баллы и оправданно абсолютно. Так, а что-то я техники не вижу, что они... Или на этой карте... Вообще нет, я помню, здесь техники должны быть легкие танки. Снова мы разменялись. падение дирижабля. Да, ну, весьма яркие были ощущения. Это вы видите буквально в самом начале. Может быть, они были какие-то менее насыщенными, потому что нам это действительно показывают в самом начале, потому что хотят этим удержать и показать масштаб. может, еще потому что я заранее видел сцену, потому что они рекламировали, но если когда я увидел это в ролике первый раз, то, конечно, покрывает, я бы сказал, все эмоции. По эмоциям убивается. Вот так вот двоих мы с вами сняли. Лучше нам пока отсидеться. Вот, между прочим, взрыв связки гранат, который прогремел в... скольких? В четырех метрах от нас практически нас не задел. Этот продукт не поддерживает ваш язык. Ну, все правильно, но особо много вам... ну, как бы, дико много вам все-таки не нужно читать или делать на русском языке, поэтому, в принципе, вполне возможно купить его на English. Тем более, посмотрите русификатор по идее, я не думаю, что есть какая-то проблема достать. Вот у NanoHuman шикарное ощущение, у него первый увиденный падающий дирижабуль упал на него. Ну, это грустная статистика. Я, по идее, вам сейчас должен показывать монитор, если мне позволят об этом, консоль, которую случайно включил. Напишите, видно ли вам сейчас монитор, я, к сожалению, не вижу сейчас своего экрана, надеюсь, что вы видите. Может быть, Василий мне подскажет. Видно, вот, хорошо. Я просто хочу, чтобы вы посмотрели масштаб, здесь у нас пока, конечно, улочка такая. Ну, вот, мы выходим и я могу что-то там посмотреть, то есть, здесь посмотреть. Я могу увидеть краем глаза, что вот там вражено бежит. Сейчас это вражено, видимо, еще и в пыль к нам зайдет. Да, ко мне. Хочу монитор. Ну, кстати, если вы монитор хотите, я говорю, то смотрите вот описание внизу, потому что у нас там до сих пор еще проходит конкурс, до сих пор можно эту штуковину еще выиграть к себе домой и не только эту. Как поучаствовать, там в статье собственно все написано. Ой-ой-ой, сюда мы не пойдем, смотри. Хорошо, хорошо, с квадом мы начали наконец-то играть и вот они пошли фраги. Надеюсь, это будет очередная победа, но посмотрим. что у нас по счету. А, а по счету у нас с вами победа. Хорошо, нам попадаются сыгранные команды, но победа непростая была, 100 на 90, то есть нас почти-почти догнали. Пишут, пишут, нормально, вы там жируете. Не жируем, господа. Вы думаете, этот монитор нам просто подарили? Нет, они приходят и уходят, а игры остаются навсегда. Поэтому играть надо только в хорошее. Итак, давайте поменяем все-таки режим, потому что я был убежден, что у нас с вами будет техника, почему-то на данной карте техники у нас не было. Все-таки интереснее гораздо сражение масштабнее увидеть, поэтому так, схватка команд нет, 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 штурм не то. Вот, захват, глобальная карта и подождем ее. Пока почитаю вас чат. Игра Owlboy O W L Boy. Как сова пишется, там, мальчик-сова, сова-мальчик, мальчик-косов, там, что-то типа того. Owlboy. Ну, у нас написано по поводу того, что лучше играет не лучше, написано в описании, ребята, вы поймите, что я чат постоянно с вами читаю, и когда я читаю чат, я, собственно, не могу сконцентрироваться на игре, поэтому тут дело именно в том, что мы с вами общаемся, я постоянно говорю, что-то с вами общаюсь, собственно, еще играю, поэтому скилл игры, ну, конечно, падает. Ждем мы загрузки. Странно, нам не находят подходящей игры уже который раз. Так, попробуем все-таки в захват еще раз постучаться, вдруг нас забросят. Бывало такое, мы в операции не могли зарегистрироваться. Ждемся. Долго идет подбор, возможно, просто не хватает, да, просто не хватает сейчас игроков в конкретный режим, потому что там до 64 человек, ничего страшного, попробуем с вами попытаться зайти в операции, возможно, сейчас нам повезет и там кто-нибудь будет так завоевание ада, попробуем. Попробуем 40 игроков, потому что 64 он точно не найдет, если не нашел нам режим захвата. наступление стало неожиданностью для центральных держав. Немецкая армия была опытным и сильным войском, готовым ко всему. Титан Фолл... Нет, Титан Фолл на Стим появиться не должен, по крайней мере, сейчас у ней все хорошо, умереть она не должна, как первый Титан Фолл, потому что Титан Фолл 2, я, наверное, замучил эту фразу, но действительно, она высока. Вы можете спокойно посмотреть сейчас ее как-то либо в роликах, либо в записи, либо приобрести. Играется он невероятно динамично. Честно говоря, когда я зашел после, например, Battlefield 1, прям на подъем пошло у меня настроение. Так, не туда я с вами зашел. Вернемся мы давайте к захвату. Нет на другие режимы, быстрый матч, попробуем просто захват. Снова если не получится, тогда с вами зайдем в превосходство. Мало очень игроков, видимо, в данный момент, сейчас день, немногие сейчас играют, поэтому есть некоторые ограничения. игроков, видимо, нас обломит сегодня с подбором. Да, но ничего страшного, всегда можно вернуться в старый любимый, точнее, в старый любимый превосходство, где народ всегда практически есть. С какой части Battlefield у вас началось знакомство с серией игр? А, собственно, дайте-ка я вспомню, с самого первого, который 1942. Ну, Battlefield тогда для меня был чем-то, конечно, наверное, как и для многих людей, что вот есть Call of Duty, а есть еще одна игра, которая, она, в общем, не как подобрать игроков, что-то нам не так, я думаю, нам проще с вами либо перелогиниться, а то что-то совсем беда с режимами у нас началась. Вот, а после, да, начал активно развиваться, и я бы не сказал, что прям я вот фанат одной какой-то серии, там, это тема для отдельного Холивара Battlefield Call of Duty, в принципе, получается, это как, знаете, как у производителей видеокарт, получается неплохо, что у тех, что у других, от части к части, ну, Battlefield 1 хорош, стоит ли его купить, стоит, зачем, в основном для мультиплеера, наверное, как обычно и покупают, что Battlefield 100 Call of Duty, Call of Duty, никак, с подбором, что-то у нас случилось, давайте, я попробую быстрейшим образом перезайти, потому что пока можете посмотреть, соответственно, на монитор, пока я перезахожу, потому что что-то с подбором у нас, видимо, случилось. Так, итак, мы запускаем Origin, что-то он тоже не запускается, по-моему, вот я я пока вам сцену включу, но я здесь, звук у меня есть, не волнуйтесь, что-то какие-то у нас просто технические трудности, потому что в режиме абсолютно, а вот, все запускается, переключаю себя с вами обратно, давайте посмотрим, возможно, трудности уйдут, но кто-то против, чтобы мы с вами играли, возможно, это система подбора, да, я думаю, что сервер-то не забитый, вот, NanoHuman, будет ли на канале обзор DLC Dark Souls 3, ну, материалы по Dark Souls 3 в принципе вообще были, конкретно, просто у нас площадок очень много, ребят, у нас и социальные сети и печатные, да, текстовые, то есть группы наши, а вот присоединиться к другу NanoHuman, давайте присоединимся, то есть на одной или на нескольких площадках обязательно будут, мы ничего не пропускаем, новости всегда есть, есть обзоры и просто на видео, на Twitch мы не всегда успеваем все уводить, стараемся все уводить своевременно, потому что очень большой поток, особенно сейчас осень, игропад, ну, вы понимаете, там, вы стримишь одну игру, выходит одна, вторая, третья, четвертая, а сделать один стрим по игре, ну, это как-то некрасиво, то есть вот мы по Battlefield 1, мы прошлись, у нас это четвертый стрим, я так думаю, наверное, он будет у нас заключительным по именно Battlefield, потом будем переходить на другие игры, кстати, сегодня, вот буквально после моего эфира, спустя некоторое время, можете посмотреть расписание, оно вот тоже внизу, по-моему, в 16 где-то часов, а, нет-нет-нет-нет, в 5 часов, ну, вот можете увидеть, не скажу вам точно, будет игромания на диване, и там у нас будет сегодня Rocket League, будем расслабляться, играть и читать ваши комментарии, так, высаживаемся, ой-ой-ой, отвлекся я и надышался газом, с дома нас сняли, ого-го, да, и по поводу сколько такой монитор стоит, вот да, правильно наш модератор написал, написал строчку с ссылкой, вы можете посмотреть, почем стоит такая машинка, и как ее можно выиграть у нас на сайте, а засели-то как, как у нее юзерпик хорош, мы теряем цель аисты? в общем, не знаю, тут на любителя, да, на проекторе, потому что реально круто играть через проектор, да, но где вот круче смотрится Battlefield, опять же, вопрос очень такой персонализированный, потому что мне вот, например, очень нравится, когда четкая картинка на относительно, относительно, подчеркну, небольшом экране, то есть вот 3-4 дюйма, я сижу прям как, не знаю, в некой технике, да, на которой вы сели, и вот едете, и перед вами простирается обзор, огромный, огромный экран, вот как-то так, в машине Зил каком-нибудь, в Зиле едете, и в КамАЗе у вас огромный экран, вот примерно так я ощущаюсь, с 34-дюймовым монитором, но это скорее положительная характеристика, мне очень нравится, я действительно прям, эффект погружения большой, я действительно прям вот там, вот в этом вот городе, надо на ногу. Нет, 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 надо останавливаться, лазить по лестницам, потому что может случиться какая-нибудь беда, например, снег башка попадет, или пуля, потому что на таких позициях очень удобно отстреливать тех, кто лезет по лестницам, залазит на крыши и прочее, прочее. Так, вернитесь в зону боевых действий, да черт подери, там пулемет, то есть я сяду за пулемет, и я не в зоне боевых действий, как так? Я так и не играю. Снова у нас пока что уверенная победа, превосходство на 10 очков. Но отбирают у нас потихоньку другие точки, поэтому перебежим на них. ой, как так? Задь, а, он с фланга зашел. Ах, жаль. И так. через улицу не стреляй, совсем, совсем плохой будешь. Где медик, когда он так нужен? Практически перефразирую жнеца из Overwatch, которые говорят про Сомбру. Кстати, да, как вам Сомбра после Близкона, а? Ожидали такого? Я вот почему-то прямо ждал, что они пройдут трансляцию и анонсируют персонажа. Какой твой любимый сетевой шутер? Если бы версия, какая из частей? Ух ты, вы меня сейчас, если честно, повязали с вопросом, потому что мне очень трудно постоянно выделять какие-то любимые проекты, потому что играть приходится много. Привязанность есть, наверное, к меньшей половине, но все равно почти к половине продуктов, которые приходится играть. В общем, потому что хорошие, качественные вещи выходят. и как меня поймали. Если из сетевых шутеров, я не могу сказать любимые, я могу сказать, где наиболее удачные, наверное, механики, которые меня радуют. Но любимые обычно там, где проводишь, знаете, десятки часов, у тебя там рейтинг хороший, потому что ты долго в это играешь. Долго играть что-то не всегда позволяет возможности, ну, не всегда позволяет расписание. Поэтому могу сказать, что, например, вообще в серии «Титан Фол», например, мне действительно импонирует практически все. От начальной идеи, продолжая движком, для меня движок в сети в каких-то шутерах очень важен. Потому что вы двигаетесь, как персонаж работает, насколько быстро там перезаряжается оружие, плавно. Это столько мелочей, и если ты действительно давно в что-то играешь, ты все можешь подробно описать. То есть, мне действительно нравится «Титан Фол», вся серия. второй, да, второй нравится больше. Я успел посмотреть и мультиплеер, и синглплеер. То, что добавлено сейчас в синглплеере, сделанное с юмором, с чувством, с толком, с обстановкой. Если, например, мы берем Battlefield Call of Duty, я всегда, наверное, к ним относился скорее равнодушно. Ну, то есть, равнодушно, это ни в коем случае не отрицательно. Это типа «Есть такие игры, я в них играю, они неплохие». Ну вот, у меня не вызывает желания прямо проводить их долго времени, много, просто, наверное, потому что не совсем мое. Но вот Battlefield 1, он к этому подталкивает. Почему? Мне очень нравится сеттинг Первой мировой, который они хорошенечко реализовали, особенно прямо вот полеты на самолетах, на тех кукурузниках таких еще, да, вот они просто великолепны делали. Что в компании, что в сетевом режиме. Так, почему я все? Врага лишнего убрать, все сделано. А так, Counter-Strike, наверное, наверное, очень так банально и может быть старо, но не знаю, мне до сих пор нравится Counter-Strike, сколько лет в нее, собственно, не играл, как она развивается, как развивается серия. Хотя Source я покидал, вот в Source я не играл, не знаю. Counter-Strike 1.6, там, да, допустим, то, что сейчас есть CS GO, да, неплохо, развивает ее хорошо с точки зрения продажи, с точки зрения площадки, много, с точки зрения, ничего. из новых, вот, да, Titanfall прям, а, ну, Overwatch, конечно, что же я рассказываю? Конечно, Overwatch, то есть я очень давний поклонник Blizzard игр, и, в принципе, то, что сейчас представляет собой Overwatch, очень неплохо, хотя вот Team Fortress 2, например, я играл немного, и не могу сказать, что она мне не нравится, просто она уже настолько своеобразна, что у нее надо не просто приходить заново, в ней надо было находиться, скорее всего, на любителя. Так, штыком, да, тут я, кстати, просто не приноровлюсь нажимать кнопку F, потому что все достаточно быстро происходит, мне проще почему-то нажать левую кнопку, видимо, это какой-то старый инстинкт, потому что я, опять же, привык, что в других играх, в которых я обычно играю, сетевые те же, да, там нет отдельной, как бы, кнопки под нож, там есть оружие, ты достал в ближнего боя, и вот нашпиговываешь соперника, тем не менее победа. А мы лежим, таки мертвы отдыхаем. Победа, ребята. А, да, DLC для Battlefield. Да, да. DLC будут хорошие, это который с мясорубкой, да, потому что они, во-первых, я вообще жду хардкор, потому что режим хардкор, но хотя бы будет поинтереснее, потому что именно в компании, я подчеркну, в компании, очень часто игра превращается в подобие тира, ну, то есть просто вы стреляете людей, точнее, стреляете болванки, и иногда вам показывают очень крутые ролики, да. Атмосфера есть, но она просто иногда именно теряется. Ну, вот в начале, когда ее задавали вам в самом начале в обучении, да, вот если бы такая атмосфера прям пошла дальше, это был бы просто прорыв. Я имею в виду, когда, собственно, меняется постоянно момент сражения, погибает ваш персонаж, вас переключает на другого, в общем, ну, вот это было что-то революционное. А в остальном получилось неплохо сделанный проект. Очень, очень неплохо сделанный проект. Итак, другая карта. давайте я попробую взять медика. Попытаемся так. Итак, нас высаживает. Что это за... черная текстура. Смотрите. То есть, что, но затемненная как-то выглядит не очень. Итак, где наш погибший товарищ? давайте я покажу вам, что представляет собой собственно медик. Медик, у него набор набор у него следующий. Значит, у нас есть винтовка, у нас есть пистолет, на три у нас набор Мы можем выкидывать лечилки, шприц, чтобы подкатить к лежащему солдату и ваткнуть шприц, оживив его ненадолго. Вот, например, сейчас смотрите. Так, что-то, кстати, не вышло. А, он, видимо, так скажем, отпустил дух, как это называлось было в Варкрафте. Ну, то есть человек просто не стал лежать, поэтому мы не смогли его воскресить. Но надо быть ближе к своим, вот, буду рядом с этим подровняком. Ох, ох, ох. А, не успел. Да, оживить тут еще надо подкрасться успеть. В принципе, да, можно не волноваться и бегать только со шприцом. Если вы очень верите в свою команду, например. Ну, вот здесь наших много, пускай они бегут. Я должен быть сзади. Так, погибает наш товарищ, но я ему помогу. Отлично. Ну, это геймплей достаточно забавный, когда вы колите шприцом в пятую точку, и человек такой, господи, это я успею, нет, не успел. Но смысл понятен. Да, за медика забавно. С туманом, кстати, да, давно не было подобных карт, потому что я вот что-то... Оп, оп, а, не успел. Обменялись мы фрагами. Мы потеряли цель сорока. Ну, видимо, здесь у нас, да, будет тотальное поражение. Сорок глан, девятнадцать, три точки у них будет проблематично. Это учесть, что я еще успел парафраговать сделать. Набор огнеметчика где-то рядом. Так, пустят нас, не пустят сюда. Так, точечку отвоевали. Вот это я зря. Ну, в общем, теперь я знаю, кто взял набор огнеметчиков. Контейнеры мы, кстати, открывали в предыдущих стримах. Там у нас оказалось на шесть где-то контейнеров. Только... Ну, только две необычных вещи. В принципе, наверное, процент неплох. Опять ты. Полное мясо. Я вот сейчас ничего не понял. Но, по-моему, мы все-таки устранили. Кстати, интересно, обгоревший он тоже будет. Медик восстанавливается вот просто вот так. Да, правильный комментарий потом по поводу того, что порадовал оптимизация на Battlefield 1. Потому что, действительно, проект не просто красиво выглядит, он хорошо оптимизирован. Мне еще понравилось... В принципе, UI сейчас очень неплохо с оптимизацией. Мне понравилось, как сделан она схожий вариант с этим... С Battlefront'ом. Ну, там прям так же практически. Ой. Паренек. Да что ж такое-то? Никак. Не дают мне воскрешать товарищей. Ну, вот мы на точке с вами. А, не, не можем, да? Забрасывает нас в бункер. Так нет, я принципиально действительно не прицеливаюсь. Потому что я прицеливаюсь именно, когда вижу врага. Либо, собственно, я достаю сразу шприц. Потому что медикам не всегда успеваю. Очень быстро убивают. Вы бы видели. Вы бы чувствовали, скажем так. Держи на борт. Ну, я успел спасти Нанахиона хотя бы так. Мы потеряли цель Айс. Так. Отлично подняли наших. Ну вот. Как-то так. А то просто здесь действительно не успеваешь жать кнопки, потому что... Ну, даже так вот. А потому что то газовая граната, то надо воскресить соперника. Точнее, в смысле, союзника. То надо прибить соперника. И все это одновременно. И лечи врага, да. Теряем цель Айс. А! Смог поднять. Да-да-да. Вот опять же. Пока переключался бы, убили. Очень быстро проходят все сражения. Но, что забавно, динамика боя, динамика боя, она помедленнее, чем, например, в Battlefield 4. Потому что, несмотря на быстроту или получение пуль в лицо, там, да, или в другие части тела, вы можете в Battlefield 4, у вас очень много автоматического оружия. А здесь оружие требует дополнительной перезарядки, например, в те же снайперские винтовки. И, в общем-то, не все так просто. Ну да, здесь поражение, как бы, было не очень все сыграно. Первое поражение за сегодняшний день, по-моему, против пяти побед, поэтому мы не так сильно с вами зафакапились. Да, нет, динамика просто существует, но в других Battlefield'ах она еще быстрее. То есть, а здесь динамика именно боя. Вот враг, там, сразу экшен. То есть, какой-то либо смерть, либо там ваша, либо его. В общем, тут так, смотрите, какая оригинальная. UserP, какой хороший. Straight Outer Wengerberg. Отлично. Спасибо, X-Box 927. Да вот да, я тоже думаю посмотреть поддержку с пулеметом, потому что, чтобы и вы увидели разные классы. Ну, как раз да, тут сейчас можно засесть, например, в каком-то окопе, или не окопе, а хотя лучше в окопе, потому что в зданиях очень быстро получаешь либо гранаты, которые кидаются просто в окошко, и взрывная волна накрывает комнату. Либо просто получаешь в окно снарядом, и снайперской винтовки, и проблем нет. Итак, нас загружает, берем мы с вами поддержку. Кстати, хорошая карта для поддержки с пулеметом. Куча домов, можно сесть и не волноваться. Ремонтные инструменты нам с вами, правда, не пригодятся. Ну, что поделать. Классы экипируются-то, пожалуйста. Классы экипируются. Штурмовик. МП-18 окопный пулемет-лип-дробовик. Пистолет на выбор. Противотанковое ружье. Обычно я его беру, потому что противотанковое ружье прекрасно сносит бронетехнику. Есть динамит, но, не знаю, ситуативен, скажем так. Нас высадили, поэтому я вам до конца не успел показать. Медика только что увидели. Так, стоп, а я что-то штурмовика взял. А-а-а. Ну ладно, до первой смерти, как говорится. Я думаю, она не заставит себя долго ждать. Попытаемся мы сейчас, а вот так вот. Нет. Ладно, да. Это мне просто очень хотелось играть за класс поддержки. Так. Вот мы взяли с вами поддержку и начинаем. Нам бы дом какой. С таким-то шикарным пулеметом. Так. Пустят нас сюда. Не пустят. Плохо. Свой или не свой? А, это не свой был. Я постоянно, мне кажется, что у них над головами мелькает значок. Значок над головами не красного цвета, собственно. Это обозначает своего игрока. Но ничего. Прицеливаться чаще, да нет, я все понимаю, я не успеваю это делать, потому что быстрее убивают. Нам нужно с вами нормальную точку и там ход хотя бы такую. Я просто постоянно нахожусь в поиске точки и пока я нахожу, соперники находят нас. Вот отлично. Мы воскресли там же, где были. Жалко, этот пулемет у нас на ножки не ставится. Удобно его делать с танковым. Сделали мы три фрага. Даже четыре, но нас пытаются отсюда выкурить. Да что ж такое-то я хотел призарядиться. Даже мутэ постоянно. Можно таким образом просто держать С, наверное, что я с вами и сделаю. Будем сидеть и удерживать точку С, чтобы нас ее не отвоевали. Правда мы, конечно, с патронами можем. Да. С патроном у нас в принципе есть с собой, так что ничего страшного. Знаешь, что к нам еще и союзники могут прийти. Мы им это можем сбросить. Выкуривать нас. Можем сбросить с верхнего этажа. Просто прицеливаться в маске нельзя, между прочим. Поэтому я стараюсь переждать сейчас газовую атаку. Мы на полпути. У врага преимущество. Так, газовая атака закончилась. Да нет. Побежим за ним. Побежим за ним. А вот да. Там было со второго этажа все-таки. Но это была удачная серия. Из четырех киллов. Мы потеряли цель Сорока. Итак. Воскреснем на другой точке. Сейчас и все в газовой атаке. Абсолютно все. Боже мой. Неудачно мы воскресли. Да, ну, сзади они, в принципе, тут настолько простреливая карта, что очень трудно следить за всеми флангами. Нужно осторожнее передвигаться. А воскреснем я могу сейчас только здесь. Причем на той точке, которая изначально не наша. Что очень грустно. Я пытаюсь ее сейчас отобрать. Неудобно, что газовая атака, поэтому невозможно прицеливаться из пулемета постоянно. Одно и то же у нас происходит. Но урон высокий у пулеметчика, поэтому есть резон на нем остаться. Неудачно у нас сейчас с нанохюмном получилось, но наш убийца подорвался на гранате. Хотя бы так, точку мы... А, нет, отдаем потихоньку. Не-не-не, давайте-ка не отдавать точку, поэтому я попытаюсь подползти поближе. Вот снова та же ситуация. Забрасывают практически все газовыми минами. Даже было не видно, он прям сидел прямо в минах. В смысле, сидел прямо в пару. Вот, кстати, тоже момент, что очень часто приходится вглядываться в туман. Доктор Пеппер, вот смотрю, в чате обсуждают. Да, еще продается. До пяти немножко осталось. Я просто хочу засесть, пока я бегу. Постоянно сталкиваюсь с соперниками, поэтому не очень все эффективно получается. Никак с этой точкой не разберутся. Все, наконец-то мы ее взяли. Нужно... Да вот, очень обидно, что не во все здания пускает. Часть-часть забиты абсолютно, поэтому... Неудобно. Но у штурмовика, конечно, не такая мощь. Мы потеряли цель Сорока. Держи патроны! Спасибо! 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да-да-да, серия из пяти смешных смертей. Вот это вот можно. Вот это мы можем устроить. Потому что очень было смешно, например, как сейчас погиб персонаж, по нему пролетела граната, потом пролетела вторая граната, и нас откинуло там несколько раз. Получился такой симулятор летающего пехотинца. Вернитесь в зону боя. Опять вернитесь в зону действия. Ну что такое? Я хочу... Я только нашел хорошее укрытие, они мне говорят о том, что нужно возвращаться в зону действий. Да-да, да господи, главная стабильность действительно, что все стабильно идет. Ну ничего, сейчас мы сконцентрируемся. Раз. Давайте вместе считать будем. Сидите, считать килы. Один был. Осталось нам еще буквально-буквально вот... А, будет поражение, к сожалению. Да, через... Видимо, несколько секунд. С отрывом с минимальным, но все же нам не повезло. Наверное, не успеем мы это брать. В общем, еще дополнительный фактор. Я играю без наушников, чтобы, соответственно, слышать все вовремя. Вас и то, что происходит вокруг. Поражение второе за сегодня. Где-то мы идем с вами 5... 5 к 2. Читаю ваш чат. Читаю, читаю. Какое качество графики? Качество графики чуть выше средней сейчас у нас стоит. Специально, чтобы, собственно, стрим не лагал. Так, попробую я все-таки покинуть. И попробую я все-таки вторгнуться в игру с техникой. Ну, что-то, а то как-то никак. Мы с вами играем один и тот же режим. Серверы нам не позволяют зайти на... Скажем, туда, куда мы хотим. Ну-ка, давайте просмотр серверов сделаем. Так, 24, 24, 24, 63, Арагонский лест, Конквест. Последним слотом 64 человека, может быть, успеем вписаться. Место в очереди. Я так и знал. Ну, мы поставим в очереди, попытаемся, посмотрим. Мы девятые. Система распределения, насколько быстро нас определит. Вот сейчас на моих часах 15... 15-16. Посмотрим, за сколько нас раскидает. Пока я почитаю ваш чат. Так. Главное не ждать игру, а то разочарование получше. В этом году почти со всеми играми так. Ну, любители, можно поспорить. В каких играх вы в этом году, например, разочаровались, господин Пепе Сэд? Скажите нам. Где у Василий? У Василий где-то вокруг нас, но на данный момент у нас не слышат. Зайди за самолет и расстреляй с него минимум 3 человека. Я бы очень рад, если бы сейчас на карте нам будет доступен самолет. Собственно, мы пытаемся войти. Вот место в очереди 8. Видите, за одну минуту один человек у нас прошел. То есть, если сейчас нас закинет в крупное сражение, собственно, вот там посмотрим. Там и самолеты должны быть, и танки, и все дела. Мы только что перед этим пробовали быструю игру и захват, и все что угодно. Не находит нас, выбрасывало, потому что было все переполнено. Именно поэтому я попытался через место в очереди пойти. А, No Man's Sky. Ладно, ладно, согласен, но No Man's Sky не зашло. No Man's Sky, она, кстати, хороша тем, что если кто-то просто дойдет до конца именно целенаправленно, она хороша тем, чтобы высказывать очень умные мысли в такое наше время, когда все любят попроще, скажем так. Но надо потратить N часов, больше, чем 10, чтобы узнать, чем уж там все заканчивается. А Мафия 3, а вот на любителя, мне кажется, Мафия 3, надо тоже понимать, смотря что. Вот по мне, как Мафия, например, третье продолжение, Мафия 2, да, вот, 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 нет, вот согласен, разочарование. А Мафия 3, как вот, как продукт, ну, почему бы и нет, такая своеобразная. Я соскучился вообще по атмосфере какой-то такой San Andreas. Проблема в том, что она наскучивает, наверное, на каком-то на определенном месте, наскучивает, скажем так. Одно и то же, потому что. Место в очереди 2, мы прям продвинулись. Место в очереди 1, ну, все. Загружается игра, все, хорошо, больше мы ждать не будем. в итоге 9 человек за 2 минуты, за 3 минуты. Ну, нормально. Это, в принципе, адекватно. Так, ждем, пока у нас загружается Аргонский лес. Масштабная война. Здесь уж точно будет вам и техника, и все дела. Так, отряд Аист, это мой выбор. И мой выбор, это штурмовик с противотанковым ружьем. А вместо динамита у меня есть противотанковая граната. Там все прекрасно, поэтому динамит мне в данном случае не нужен. На прошлых картах мне как раз очень и очень нравилось где-нибудь залечь из противотанкового ружья. ребят, вырубать. Так. Вот у нас большая команда. Мы отправляемся по флангам. Основной смысл в захвате точек. Все то же самое. Витает пепел. Посмотрите, какой пепел. Я прям ощутил себя сейчас в Dark Souls точно. Вот с пеплом всеми делами. Так. Давайте-ка возьмем пушку и будем ждать врагов отсюда. очень далеко их видно. Пожалуйста, перезарядка. Все реалистично сделано по одному снаряду. Правда, я сейчас немного в молоко пуляю, но надеюсь, все будет. попробуем обойти с фланга. Тут у нас пулемет. Это хорошо. Мост в принципе есть не так трудно будет взять. Знать бы, откуда пролетают снаряды. Только я отошел, и меня разметало сразу гранатой. А, фугас. Ну, вот фугас не уйдешь, если ты сидишь на одном месте, поэтому я пытался, в общем, не вышло. Фугас неприятно. Поезд, да, поезд будет. Поезд будет. Так, а про что был вопрос? Ты играл в CS GO? А, в CS GO, да, конечно, играл, бомбил или, не знаю, мне, наверное, то ли везло, что ли, в общем, я как-то попадал там, где ваг античит работал нормально, то есть, в принципе, практически на читеров и не натыкался, все было достаточно хорошо. Может быть, они были у меня в команде, поэтому не бомбил, не знаю. да. Так, я пытаюсь как-то сейчас наладиться, посмотрим. Не выходит, никак не выходит. Так, сейчас поезд, открою огонь, подумал. Что это летает, я даже представления не имею. Странно, никогда не видел таких снарядов. Ну, понятно, что зажигательные, но почему они здесь? Нет, не хотелось бы мне там быть, поэтому лучше под мостом сейчас проскользну и мы с вами попытаемся обойти сбоку. Только я хотел сзади штыком, вот я поворачивался, никого не было. Они находят буквально, вот бесшумно все передвигаются. Возможно, здесь помогли бы наушники, но в данном случае я без гарнитуры. Война будет по точкам, соответственно, воскресать можно не только на соперниках, воскрешать можно еще и на точках. Возможно, сзади вы сейчас видели какие-то колебания бэкграунда, такое бывает у нас иногда дергается наш хромакей. Итак, привык я, скорее всего, наверное, к тем шутерам, где враг четко виден. То есть здесь, конечно, абсолютно другой геймплей. Здесь нужно геймплей вести именно либо ползая, либо, соответственно, находясь на одной точке, заняв позицию. В принципе, абсолютно реальные условия военные или поле боя. жалко еще окопы нельзя делать. Было бы хорошо. Взял лопатку, выкопал себе спокойненько и нет. Так, что за модель монитора? Конкретно не скажу, но вот правильно вам вывел сейчас PPSet и наш мудбот вам показывает, соответственно, что конкретно за монитор у нас сейчас установлен. Можете видеть на своих экранах, как я играю на конкретном мониторе. Как все выглядит, смотри, типа PPS прям не оставили. Неплохо. Давайте-ка оставим. Вполне нравится. Вот бы такое оружие прям совсем оставить. Все в газе. Все в газу. Загазовали демона. Так, вот здесь можно масочку снять. На таком мониторе, говорю, действительно удобно играть, удобно видеть, что происходит и не надо дергаться постоянно. Хотя здесь в данном случае почему враги подкрадываются часто сзади? Потому что, говорю, во-первых, нужно все-таки гарнитурку, чтобы слышать вас, слышать то, что делают враги. А во-вторых, нужно внимательно следить, а не враги сливаются камуфляжи. Сливаются с местностью. А вот перезаряжаешься пока да, обязательно что-нибудь прилетит. Не успел в штыковое так сходить, ничего страшного. Так, медик, отлично. Рядом с медиком здоровье всегда идет на поправку. Ну, эта карта вдохновлена очевидно этим самым баттлфронтом, потому что в баттлфронте была схожая карта, вот я уже говорю, у меня прям ассоциации прям прямые именно с баттлфронтом. Эх, такая пушка была прекрасная. Вот теперь собственно пушка потеряна, мы снова с нашим штурмовым оружием окопным. Но там убойная мощь была повыше. Так, попробуем попробуем с точкой разобраться. Вот точка Д, например, она сейчас не наша. Смотрите, есть пол господин хороший, но теперь мы от него избавились. Так, точку Д мы захватим и пойдем с вами дальше, например, на точку Е. Если выживем, а я надеюсь, это должно произойти. ну да, зря я пошел. Он меня тоже заметил. Мог бы сидеть спокойно. воскресили нас. Это хорошо. Ненадолго. Как? Он увидел в бойницу, что... Да, руки заляпываются грязью, но не всегда, кстати, не у всех персонажей почему-то. И сложно разобрать, когда это происходит, потому что если ты ползаешь, например, долго, то да, грязькой покрывается все. сколько гранат при нас прилетело. Здесь дольше идет респаун. Так. Ну давайте мы на А восстановимся. Ну по точкам, видимо, мы сейчас здесь отстаем. Видимо, это будет поражение. оно будет нескоро. Если мы не активизируемся с точками, все будет печально. Проходной бункер позволяет нам зайти врагу в тыл или с фланга, что удобно. Как забавно он застрял. Что у вас здесь, ребята? Вот посмотрите на это. Маску хочется надеть даже от такого, что здесь творится. Так. Прямо вот ай-яй прям 17 хп не хватило. но наши взяли точку меня воскресили. Переведем дух здесь. После воскрешения доктором восстановление на как бы следующее практически идет мгновенно, что удобно. Так, точка ада. Почему же дальнюю захватывают? Отрезали нас, обошли и, видимо, решили захватить дальнюю. но мы попытаемся через бункер к ним добежать. Окоп Шварцвальда. И зря это я сделал, потому что прямо навстречу трем вражеским десантникам попал. Да, лампы болтаются, то есть здесь физика в принципе на этом уровне хорошо, но вот не сдираются, то есть при взрывах каких-то они невозможно их отодрать буквально из интерфейса, то есть много что разрушается, но не все, что должно, скажем так. Хотя, например, на картах есть как бы артиллерия и какой-нибудь небольшая деревня, разлетается все просто к чертям собачьим, то есть если вы решили засесть например в какой-нибудь мельнице, то эту мельницу можно спокойно снять фугасными снарядами. Второй этаж, потом первый этаж соответственно можно уничтожить бомбежкой и остается от нее остов грустный такой, а вы вроде бы несколько минут назад только сидели в ней этим самым снайпером. Так. странно, поражены они были или нет? Непонятно. Девять дороги осталось. Вот, собственно, мне его и убрали. да, реально крутые провода держат лампу. Поезд вызываю не я, конкретно нам еще до этого нужно добраться, но, кстати, мы сокращаем разрыв, есть шанс перегнать по очкам, сейчас мы возможно сравняемся будет тогда да, вот кто вызвает поезд, того будет большое преимущество. Сбивает мне прицел попадающей пули, поэтому да, прицелиться очень трудно. А по поводу доната, у нас в принципе все добровольно, то есть, например, завтра на все задоначенные деньги у нас будет сошал итинг, наконец-то, вы нам донатили на то, чтобы мы покушали, да, и будет еда в прямом эфире, поэтому донат абсолютно делом добровольное. Также можно, собственно, задонатить конкретно Василий Копейкин нас ведет рубрику играет в игры по заявкам, то есть, я вот, к сожалению, не знаю, какая игра там на данный момент лидирует, но это может... А, игра сошелитинг, лучшая игра, второе место, не помню, кто занимает. Вот недавно он играл в Фаренгейт, например, были игры по заявкам, да. Было абсолютно разное, поэтому вот, то, что вам нравится, на то, что вы хотите, обязательно, когда переводите какую-то сумму, то пишите, на что вы это делаете, мы это все исполняем, то есть, все в прямом эфире это есть. Где же чертов поезд? Уже пора, 500 очков, сейчас, мне кажется, уже скоро должен быть. чуть не снесли нам голову. Вот я глянулся на чат опять, снял, но, видимо, за меня отомстили. Голиафов по частям разбирать надо или просто по ним стрелять? Ну, вообще, по ним, конечно, можно просто стрелять, но из огнестрелки обычной толку никакого, то есть, нужно что-то противотанковое, противопрорывающее, подрывающее броню. То есть, вот, например, здесь у нас противотанковое ружье, вот есть, которое достал, и есть, например, связка гранат. Вот это вот прям прекрасно, особенно связка гранаты, если вы ее грамотно запулите. Обменялись мы с ним килами. Здесь очень много людей, практически никого нельзя поразить безнаказанно. Очень трудно, если только у вас прекрасная позиция, но простреливается все. То есть, вот этим вот, наверное, сильно отличается как раз Battlefield 1 от других Battlefield 1. Нет здесь нормального укрытия. Не то, что прям вот покемперить нельзя, а то, что это очень трудно сделать. Именно из-за того, что уничтожается, простреливается, достается все. Играл в DLC Dark Souls 3? Да, играл, блин, оно проходится не так долго, кстати, оно достаточно быстро проходится, но эмоции дарит на ура. То есть, если вы... Есть такая стандартная рекомендация, если вы любите Dark Souls 3 и просто серию Dark Souls, обязательно посмотрите Ashes of Ariandel. Она прямо прямо вот трогает за нервы. Особенно последние два босса прямо вымучивают, я бы сказал. но все все равно дополнение проходится практически на одном дыхании. Вот буквально возможно пара вечеров, смотря какие у вас большие длинные вечера. Может и сесть за ту гигантскую гаубицу. Да сесть-то я могу. Смысл, что... Если я правильно понял, да, но смысл, что она очень долго перезаряжается. Так. Избавились мы от одного товарища. Это пулемет танковый и... Хорошо, что можно в принципе за ним сидеть, да, но если есть товарищи, вот мы двух убили, если есть товарищи, которые будут метить в прорезь, то долго вы здесь не просидите. Но у них должно быть на это время и возможности опять же. При игре вот при таком количестве человек, когда 64 человека, но сейчас 63 человека на карте это очень трудно. Итак. Сконцентрируемся. Можно, конечно, сидеть и ничего не делать, заниматься чем-то одним, потому что я говорю, наверное, я просто люблю именно быстрый геймплей, поэтому Battlefield 1 надо еще привыкнуть играть. Мне нравится более динамичный геймплей, поэтому что-то типа Overwatch, Wake 3, Unreal, то есть вот что-то вот такое. Иногда может поэтому Counter-Strike. А Battlefield надо просто знать свое дело и не думать, что там тебе скучно или что-то типа того. Ого! Вот это лучшее, мне кажется. Это можно записать в первую смешную смерть посмотреть. Меня вонзило просто в текстуру моего станкового пулемета. Шикарно. Очень красиво сделан режим мини. То есть не мини-карта, а именно карта, которую нам показывают. Так, ну поезда мы, видимо, не дождемся, хотя он может быть... Ох, как быстро. Но очень странно, что его нет. Хотя по точкам все прекрасно, мы практически их догнали. То есть вот продолжим держать и все будет хорошо. Точку B они забирают себя обратно и я думаю, за счет этого мы сейчас и сравняемся. Подержать бы нам четыре точки какое-то время. да, вот мы все дайвим, пытаемся пройти. Оп. грамотно мы все зачищаем. Текстура глючит у огнеметчика, посмотрите. А, нет, вот-вот все в порядке. Все заливает огнем огнеметчик. Да, но мы сами это здесь пройдем потом. Неплохо заливает, между прочим. Точку A мы сейчас берем. если вы где-то где-то вдалеке видите, что появился набор огнеметчика или схожий с ним, обязательно ищите, потому что это дело очень вам поможет при прохождении. 705. Мы, кстати, лидируем по точкам и я думаю, надо уйти нам с вами куда-нибудь в сторону, чтобы нас не убили. Эх, ничего не видно. Вообще ничего. но отбирают точки наши дальние. Мы пошли сюда, оставили дальние и вот сейчас можем за это поплатиться очень жестоко, поэтому вернусь я на точку D, которую сейчас берут. Привет. Best in Dota. Я просто не сразу вижу ники, потому что они у меня мелко сейчас на экране. Зря я иду под открытой местности. Нужно вернуть нам точку D и восстановить статус КВО. Ох, как как тут у вас не весело, ребята. Они все практически на D и держат ее. И противотанковым ружьем даже меня стрельнули, вот в чем дело. так, что по карте. Вот мы возродимся нашим товарищам и попробуем взять E, зажмем их тем самым на D. Они, видимо, берут ту точку, мы сейчас сделаем размен тактический. Или нет? но мы их обгоняем на 30 очков. Это учесть то, что мы отставали. Вполне неплохо сыгралась команда, значит, хорошо выполняет приказы. попытаемся вернуть D. Медика бы рядом. ну вот да, покрылись мы грязью, кстати, сейчас немного. я сейчас лицом поймал растяжку. Растяжку, я думаю, она была наша. Но наша обозначалась серым, да. Такой красивый золотой снаряд я не мог. Я видел золото и такой голд, голд и не вышло. О, медик. Ну вот он хотя бы залечил и это хорошо. точка наша остается C. А мы с вами как раз доиграем вот этот матч и я думаю будем завершаться, потому что матчи масштабные вот этой войны, они просто огромные по таймингу. Настолько огромные, что порой не успеваешь. Один мы с вами играем минут где-то 40. Будем играть точнее, сейчас доигрываем. одного сняли запоминуть. Здесь нам не получится и получится. Очень плохая видимость, конечно. Конечно. пытаются выкурить нас, да, и выкурили. окей. Какая твоя любимая игра на мобилках? На мобилках моя любимая игра. А я сейчас подумаю, сейчас я подумаю. Уж их много на самом деле, хороших. Сейчас, например, я играю в игру от my.com называется Jaggernaut Wars. Ну, в принципе. давно я не играю, с апреля еще. Она, в принципе, весьма неплохая. Сейчас еще существует у нас еще и Hearthstone, да, но, допустим, скоро будет еще и Gwint, который выйдет нормально уже из всяких тестов. На мобилках я вот не помню, Gwint есть или нет, потому что я, как это, его не тестировал, плотно не занимался. А из того, что я играю сейчас, в принципе, я большой фанат серены Warhammer 40 000 и, например, у меня установлена игра со странным названием Freeblade, она рассказывает о имперском рыцаре, Imperial Knight, о таком огромном Титане, и, в принципе, там и графика достойная, можно поиграть хорошо. Вот, а и прям вот если чтобы любимая была, да вот даже не знаю, потому что Джаггернаут Ворс геймплей медитативный какой-то. В Freeblade он слишком навороченный и крутой, я не могу мобильной, я скорее захожу в нее отдохнуть. А знаете, кстати, какая, которая скоро будет по вселенной Warhammer от наших русских разработчиков запущена на Steam в PC тестинге, она будет в раннем доступе, это Space Wolf. Space Wolf она, соответственно, есть сейчас на iOS, она есть на Android. А, черт, вражеский бронепоезд накаркали, смотрите, 12 очков до победы и бронепоезд. Ну, в общем, Space Wolf, по крайней мере, она новый подход полностью умеет, вы можете посмотреть, делает ее компания Hero Craft Games, они сидят в Кельниграде, в общем, вполне молодцы, что работают по лицензии с Games Workshop. И это победа, мы вырвали, собственно, с вами еще одну победу, в итоге сегодня шесть побед против двух поражений, вот, и на этом будем плавно завершать наш стрим, я еще почитаю ваши вопросы, если они есть, можете писать, а из игры постепенненько буду плавно выходить. Fallout Shelter, а, кстати, Fallout Shelter, да, играл, да, хорошая, почему я могу сказать, что она там любимая, я ее выделяю, но просто я в нее мало наиграл, ну, реально, Fallout Shelter стоит того, если вы вдруг еще не поиграли, посмотрите, весьма забавно. А если завахе будет три в ряд, ты будешь в нее рубиться? Нет, не буду, потому что я мало играю в матч-3 проекты. Да, спасибо вам. Ну, затащил не я, затащили мы, в принципе, командой. Вот, еще раз покажу, о чем была речь, почему этот монитор, соответственно, где мы вообще стримили, можете взглянуть, какая картинка на 34 дюймах, вот порой вот так вот моргаешь и смотришь, что перед тобой 34 дюймовый монитор, мне реально на это как-то страшновато смотреть, а в игре практически не ощущается, то есть ты весь вот там, то есть эффект погружения, он все-таки существует. Вот, спасибо большое вам за трансляцию, с вами был Константин Ванов, редактор Игромании, и играйте только в самое-самое крутое. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok